Мы и не знали, что на наших глазах творится история, говорит Евгений Боровцов. В начале 90-х годов, теперь уже прошлого века, он был сотрудником кафедры микро-ФМ Политехнического института, ныне Технического университета. Именно в этих стенах интернет впервые появился в Алтайском крае. Причем наступление сетевой эпохи совпало с другим судьбоносным событием – московским путчем 1991 года, за которым последовал развал Советского Союза. Единственным способом получения достоверных новостей была как раз сеть. То есть мы из новостей выуживали, распечатывали и распространяли по ВУЗу, вот что творится в Москве в этот момент. И вот как раз в этот момент у нас подключение уже было на самом деле. То есть вот по этим каналам слабым, но тем не менее их было вполне достаточно для доступа к новостным лентам. Тогда же стали появляться первые интернет-сайты. И вот этот, к примеру, сделали политеховцы, очень скромный по сегодняшним меркам. Тогда он казался шедевром веб-дизайна. Но самый первый сайт в Алтайском крае и пятый по счету в России был создан сотрудниками другого ВУЗа, классического, в 1994 году. В интернете хранится его частично, без картинок, копия. Здесь же, в Алтайском госуниверситете, в 1997 году интернет стал достоянием для рядовых жителей Алтайского края. Появился интернет-центр. Классы открытого доступа, куда все желающие, в основном молодые люди, приходили, могли пользоваться, что-то поискать в интернете. И это было достаточно интересно, и молодежь с удовольствием здесь стояла очередь, записывались с утра, и мест не хватало. Тех классов и тем более компьютеров уже, конечно, не существует, но вот такой антикварный ноутбук поможет нам оживить прошлое. Я тогда увлекался творчеством писателя Стивена Кинга и решил первым делом зайти на его сайт. И то, что ради меня, из Америки, через космос, загружается прямо сюда, сайт произвело настоящую революцию в моей голове. И не только в моей. В последующие за этим годы интернет повлиял и на образ жизни, и на мышление практически всего человечества. Многим сегодня сложно представить свою жизнь без социальных сетей и мессенджеров. А специалисты говорят, все только впереди. И, возможно, всего через несколько лет самые последние интернет-новшества будут вызывать у нас такое же чувство ностальгии, как вот такие старые громоздкие компьютеры и самые первые сайты. Илья Кочетков, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости.